Руслан и Азербайджан покупает в России Вадим Фельдман, еженедельник 2000, Украина 17 марта 2018 года Дмитрий Кива, бывший президент ГП Антонов, живет и работает сегодня в столице Азербайджана Почему авиаконструктор, всю жизнь связывавший себя с судьбой украинского авиастроения, уехал из Киева? 2000 спросили об этом человека, которого одни считают лучшим руководителем Антонова, а другие винят в упадке этого авиастроительного гиганта Стоит напомнить, что выдавливать Дмитрия Киву из ГП Антонов, который он возглавил в 2008 году, стали еще во времена премьерства Арсения Яценюка Поскольку руководитель предприятия не спешил уходить по собственному, менеджмент газконцерну Крабаранпром, в систему которого в мае 2015-го включили Антонов Сначала разделил сдвоенную должность его руководителя, президента, генерального конструктора, на две отдельные, оставив Киеву лишь на второй из них, генерального конструктора А через год с небольшим последовал второй этап кадровой аппаратной операции С 1 октября 2016-го ликвидирована как таковая должность генконструктора В ноябре 2016-й год неугодный Киев отправился в Баку, куда его пригласили работать Дмитрий Семенович, чем вы занимаетесь в Азербайджане и в каком статусе? Меня приглашали ехать на работу в четыре разные страны Я согласился с предложением Азербайджана, и думаю, что не ошибся в таком своем выборе Я работаю советником президента государственной авиакомпании Азал, азербайджанские авиалинии, и советником президента частной акционерной компании Силку Айграуп Она занимается воздушными грузоперевозками Консультирую азербайджанских коллег по вопросам, связанным с созданием авиационной промышленности По вариантам ее организации, по характеристикам различных самолетов, международным рынкам их реализации и многим другим аспектам Должен заметить, что мне и раньше доводилось бывать в этой стране, но сейчас это другой Азербайджан У руководства Азербайджана есть намерение создать у себя в стране такую высокотехнологичную отрасль экономики, как авиационная промышленность Осуществляется закупка большого количества новых самолетов, как для пассажирских перевозок, так и для грузовой авиации Построен новый аэровокзал, хотя и старый в Баку, намного лучше, чем сегодняшний Борисполь Думают в Азербайджане о подготовке высококвалифицированных кадров для отрасли Этим занимается функционирующий в Баку специализированный вуз, Академия гражданской авиации Меня в Азербайджане приняли очень хорошо, создали условия для моей работы и для жизни моей семьи Когда вы руководили Антоновым, звучали громкие заявления о будущих контрактах с азербайджанской стороной Что сегодня интересует Азербайджан? Приобретение в Украине самолетов, деловое партнерство с целью появления у них собственного авиастроительного предприятия В Азербайджане заинтересованы в обоих упомянутых вами направлениях сотрудничества с Антоновым 7 мая 2015 год представители этой страны стали свидетелями первого испытательного полета Опытного и экземпляра нового транспортного самолета Ан-178 В тот же день на Гастамильском аэродроме было подписано соглашение, зафиксировавшее деловой интерес азербайджанской страны к приобретению Ан-178 Совсем недавно, в начале февраля нынешнего года, мне довелось в составе азербайджанской делегации побывать в Киеве и участвовать в переговорах с руководством и ведущими специалистами ГП Антонов Обсуждались различные аспекты перспектив сотрудничества как по уже упоминавшемуся Ан-178, так и по Русланам Ан-124-100, гражданской версии транспортного самолета Ан-124 Внимание в Азербайджане к тяжелым транспортным Ан-124-100, обладающим большой грузоподъемностью, объясняется тем, что азербайджанские авиаперевозчики уже купили в России один Руслан, и они намерены приобрести еще несколько таких мощных большегрузных самолетов Поэтому в Азербайджане заинтересованы в модернизации Ан-124-100, и им в этом может пригодиться опыт украинских специалистов Антонова, уже осуществивших у себя модернизационное преобразование Ан-124-100 в более совершенные Ан-124-100 М-150, обладающие не только большей грузоподъемностью, но и рядом других достоинств Что же касается украинско-азербайджанского сотрудничества ПАН-178, то предполагается, что в перспективе эти транспортные самолеты, обладающие грузоподъемностью 18Т, будут строиться как в Киеве, на серийном заводе Антонова, так и на будущем авиастроительном предприятии в Азербайджане, то есть на условиях производственной кооперации Следите ли вы за судьбой Антонова? Сегодня популярна концепция, что в преодолении нынешних проблем этому госпредприятию могли бы помочь корпоратизация и акционирование Безусловно, корпоратизация и акционирование нужны Антонову Ведь известно, что в мире нынче нет ни одной серьезной полностью государственной авиастроительной компании Даже в Китае их крупнейшая авиастроительная компания АВИЧ является акционерной Но корпоратизировать и акционировать такую авиастроительную фирму нужно тогда, когда она находится на подъеме и стоит дорого, с выходом на ИПО Когда я в свое время в течение 10 лет предлагал корпоратизировать и акционировать Антонов, у нас на предприятии работали около 13,5 тысячи человек Годовой оборот был эквивалентен примерно 500 миллионов дол, а чистая прибыль – около 50 миллионов дол Но тогда на этот шаг не пошли У нас, к сожалению, привыкли банкротить предприятие, обесценивать его, чтобы выкупить своими людьми Разве государству и народу Украины это выгодно? Разве государству и народу Украины это выгодно? Продолжение следует...